Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит нас в сетке вещаний РГВК и доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. Это передача «Глобальная сеть». Я ее ведущий, демагант Магомедов. В эфире 18 выпуск. А прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, хочу поздравить вас с наступившим Новым Годом. Желаю всем здоровья, благополучия и новых возможностей для самореализации. А сейчас мне хотелось бы поблагодарить информационную поддержку телеканала РГВК, а также же недельник «Свободная Республика». «Свободная Республика» – газета для думающих людей. Перед Новым Годом, 30 декабря, глава Республики встретился с победителями всероссийских конкурсов «Большая перемена» и педагогический дебют «2020», а также всероссийского конкурса сочинений «2020». Были также встречи с детьми-участниками акций «Елка желаний», где Сергей Меликов воплотил в жизнь мечты трех дагестанских детей. В общем, новогодняя программа была насыщенной. О том, на что из всего этого обратили внимание пользователи социальных сетей, я предлагаю вам узнать прямо сейчас. По поводу произошедшего своей информацией поделился Ахмед Исаев. В первую очередь глава региона исполнил желание девятилетнего Амара Амарова, который мечтал о телескопе. Любопытство Амара всегда зарождало в нем интерес к познанию окружающего мира. Просматривая познавательные мультфильмы и читая книги, в которых красочно описываются планеты Солнечной системы, он выучил название всех планет и хотел их увидеть поближе. У Амара оказалась еще одна просьба, которую он изначально постеснялся озвучить. Ему было очень интересно увидеть кабинет главы Дагестана. Сергей Меликов провел небольшую экскурсию для любознательных детей, рассказал о работе и даже дал возможность посидеть на своем рабочем месте. Напутствуя ребят, руководитель субъекта призвал их хорошо учиться, чтобы в будущем занять высокие должности и приносить пользу родной республике и стране. Пользовательница социальных сетей Баху Мусаева поделилась своей информацией. Сергей Меликов реализовал и другую детскую мечту. Шестиклассница Завра Берукова получила ноутбук, который указывала в качестве пожеланий в своем письме. Для отличницы Завры наличие хорошего ноутбука для учебы в период дистанционного обучения стало особенно важным. По словам родителей, ситуация в период пандемии показала, что использование в учебном процессе компьютера может повысить эффективность и обучение, и успеваемость ребенка. Продолжило это обсуждение и Марьям Гасанова. Маленькая Патима Тамарова тоже получила из рук Сергея Меликова желанный подарок – синтезатор. Она ходит на занятия к музыкотерапевту в коррекционно-развивающий центр для детей, где учится играть на синтезаторе, поэтому подарок пришелся как нельзя кстати. Порадовали детей также и сладкими новогодними подарками. «Для нас сегодняшнее событие – это самая большая радость. Мы даже не ожидали, что с вами встретимся. Спасибо вам огромное!» – поблагодарила руководитель республики Мама Амара Джамиля Исал Магомедова. Сопровождавшая свою племянницу Патима Тамарова добавила, «Мы пытаемся поддержать в ребенке веру в исполнение желаний, и нам очень приятно, что это вышло за пределы семьи, что нам помогали на уровне руководства республики воплотить в жизнь мечту ребенка. Приятно, что детям уделяется такое внимание». Делится мнением Амара Асадулаев. А мне больше запомнилась встреча Сергея Меликова с победителями всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Педагогический дебют 2020», а также «Всероссийского конкурса сочинения 2020». Общение со школьниками и педагогами прошло в неофициальном формате. За чашкой чая глава региона поздравил участников встречи с достижениями с наступающим Новым Годом и обсудил с ними перспективные направления развития республики, где могут быть применены знания, умения и инициативы молодых людей. Напомним, в этом году победителями и финалистами конкурсов стали 9 дагестанских школьников из образовательных организаций Махачкалы, Кизляра, Дербента, Хунзахского и Новолагского районов. Пользователь Мавледин Мурзабеков дополнил это обсуждение своей информацией. Сергей Меликов, обращаясь к детям, сказал следующее. «Несмотря на ваш юный возраст, мне приятно находиться с вами за одним столом, потому что приятно осознавать, что вы сегодня являетесь успешными представителями нашей молодежи, реализовавшими те задачи, которые ставили перед собой. Конкурсы были престижными, амбициозными, важными для всех, и для вас, и для ваших учителей, ваших родителей. При этом хотелось бы сказать, что эти победы еще и большой вклад в успех всего Дагестана. В этом заключается не только авторитет Дагестана, который является одним из центров науки и образования на Кавказе, но и гарантия того, что у нас есть кому созидать, выстраивать процессы развития в будущем». Пишет пользователь Магомед Абдурахманов. «Особое внимание глава региона уделил труду педагогов. За успехами ребят стоит огромный труд учителей. Благодаря им стали возможны победы. Вы состоялись как личности. Ваши педагоги, уверен, радуются за вас, потому что вы – это их достижение и успех. Отрадно, что сегодня мы будем честовать и представителей дагестанской педагогики, чьи заслуги мы забывать не должны», – подчеркнул руководитель республики. В этот день в зале присутствовала молодой руководитель детского сада города Каспийска Елена Загорная, которая впервые за многие годы принесла в республику награду федерального конкурса «Педагогический дебют». Ее авторская программа по развитию талантов маленьких дагестанцев была высоко оценена специалистами. «Это значит, что в республике есть потенциал, есть молодые кадры, способные развивать сферу образования. Берегите их, Умупазиль Аватзиевна. Надо поддерживать наших специалистов», – обратился к ВРИО, министра образования и науки Республики Дагестан Умупазиль Амаровой, руководитель республики. По мнению Руслана Абдулаева, ситуация выглядит таким образом. Глава региона заметил, что сегодня в республике активно поддерживаются инициативы и деятельность молодежных и детских общественных объединений, в том числе посредством финансирования проектной деятельности и выделения грантов главы Дагестана. При этом Сергей Меликов призвал молодых людей не останавливаться на достигнутом. Любой грант – это поддержка для реализации проекта. Полученный грант – значит, надо реализовывать проект. Это гарантия того, что в следующий раз вы получите еще большую поддержку. Начиная работу над проектом, выбирайте амбициозный проект, которому вы, возможно, посвятите всю свою жизнь. Это правильно и хорошо, подчеркнул временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан. Завсегдаты социальных сетей под ником Ахмедхан Загиров написал следующее. Глава региона выразил уверенность, что каждому из конкурсантов был предоставлен уникальный шанс показать наиболее яркую сторону своих способностей, раскрыть талант, помочь найти свой путь в жизни. Главное, чтобы ваш выбор всегда был честным. Вы должны всегда помнить о том, что живете в обществе, и любой наш выбор, по крайней мере, не должен вредить обществу. Он должен быть таким, что потом те, кто продолжит наш род, гордились. Дерзайте, вы хорошие, талантливые ребята, и все, что вы задумали, должно получиться, обозначил приоритеты руководителя республики. При этом Сергей Меликов подчеркнул, что все озвученные предложения не пустые и обязательно будут проработаны с практической точки зрения. Пользователь Шамиль Гамидов подвел итоги этого обсуждения. В рамках встречи Сергей Меликов вручил победителям конкурсов благодарности и благодарственной письма главы республики Дагестан, а также новогодние подарки. Сергей Меликов в частности сказал, было очень приятно побеседовать с вами, потому что мы всегда будем заглядывать в завтрашний день, а завтрашний день для нас это вы. Держите планку, которую взяли, и дальше поднимайте ее. Мы живем на Кавказе, а здесь принято почитать и уважать старших. То, как вы активно поддерживали своих учителей, на самом деле радует. Залогом вашего успеха лишь на небольшой процент являетесь вы сами. Все остальное это то, что вам дали ваши родители, бабушки и дедушки, а также ваши педагоги. Они вам расчистили стартовую площадку, с которой начинается ваша жизнь. Однако первые дни нового года принесли нам и крайне негативные новости. Убийство, случившееся в Каспийске, возмутило огромное количество дагестанцев и получило огромный резонанс. Хроника происшествия через комментарии пользователей социальных сетей. Внимание на экран. Пользователь Идрис Муслимов написал следующее. Есть видео переписки жены убитого и той, что натравила на него прикомандированного полицейского. Надо сказать, что эта девушка, ставшая причиной всего этого несчастья, была клиенткой салона жены убитого. В тот день клиентка попросила сделать ей макияж и прическу, но хозяйка салона отказалась, так как был выходной. Клиентка попросила ключи от салона, чтобы сделать все самой. Ключи ей отдали, но попросили, чтобы после этого она сразу вернула их назад. Но ключи-то не принесла. Утром хозяйка салона снова начала ей звонить, на что она отвечала, что вечером ей отдаст их. Хозяин салона стал возмущаться такой необязательностью и поругал жену за доверчивость. К слову сказать, эта клиентка много лет ходила в этот салон. В итоге сам хозяин начал названивать девушке, после чего та нецензурно послала его и бросила трубку. Через какое-то время она приехала на такси. Когда мужчина вышел, она бросила ему ключи и снова послала в оскорбительной форме. Потом выяснилось, что она была выпившая. В ответ он толкнул ее и сказал, ты кого посылаешь? Рядом с девушкой почему-то был прикомандированный полицейский из Ярославля. Она крикнула ему, стреляй. И тот выстрелил в голову. Пользователь до столи гейбатов по этому поводу написал следующее. Тяжело осознавать, что не стало нашего брата Огайя. В ночь с 1 на 2 января прикомандированным работником полиции без предупреждения был застрелян перед семьей наш боксер Огай Магомедов. Ведутся следственные мероприятия и в ближайшее время следователи дадут правовую оценку произошедшему и, надеюсь, накажут этого слабака. Выстрелом в голову был поражен отец пятерых детей, который был для них опорой надеждой на светлое будущее. Что ж теперь, как жена, которая и так выросла сиротой будет содержать пятерых детей. Но, друзья, это сигнал на происходящее в нашем городе. Наш отдел полиции имеет все ресурсы для ведения службы, и мы наглядно видим, как несут круглосуточную службу полицейские города Каспийска. И в городе за последние годы есть заметное снижение преступлений. Так для чего к нам командировать целое войско молодых работников центральной части России, которые, выходя из дома, только и заряжены тем, что здесь потенциальные террористы и народ, которым нельзя доверять. Пишет активная участница социальных сетей Гульнара Абасова. «Это ужас, конечно. Пятеро детей, жена. Не дай бог такое никому. Искренние соболезнования жене и детям. Хотя понимаю, что соболезнованиями тут не поможешь. Все-таки отмечу, не знаю, что стало тут причиной такого исхода в конкретном случае, но сколько бы раз не останавливали меня приезжие полицейские на постах, ни разу не было с их стороны неподобающего поведения. Всегда исключительно вежливое и адекватное поведение. Я не говорю, что они тут нужны. Просто констатирую факты». Эту же тему продолжил пользователь Казим Казимов. На видео было видно расстояние между убийцей и нашим братом, так что версию якобы он побежал на него опровергаю. Прекомендированный просто тупо от страха застрелил человека. Как можно было безоружного человека, без предупредительного, выстрелить? И даже если он был предупредительный, можно было бы по ногам дать. Зачем надо было в голову стрелять? Надеюсь, это дело не спустят на тормозах и будет объективное расследование, и преступник в погонах понесет заслуженное наказание. Да прольет всевышний свет в это дело и накажет виновных в убийстве нашего брата Агая. Своё мнение написал Назир Камилов. Полицейский наряд выехал с нашего Каспийска, город-дела, по звонку сына убитого, который после убийства отца вызвал их. Но почему-то, когда они приехали, были и махачкалинские работники. Как оказалось, вместе с этой наглой девушкой на месте убийства, прикомандированный, пока никто не говорит. Пользователь Исмаил Магомедов написал следующее. Ну а вы не считаете, что есть вина в произошедшем и членов семьи? Хотя не об этом написал админ. Жена вовлекла мужа в этот конфликт, а могла бы и не делать этого. Мужу тут же дались эти проклятые ключи сиюминутно. А то и провокаторше я вообще молчу. И не сдержанность человека с оружием в итоге. Отсутствие терпения и ума, по сути, привели к трагедии. Здесь, очевидно, трагическое стечение обстоятельств. Пользователь Гусейн Морулаев написал по этому поводу следующее. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 и пунктам БВ части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство и превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий. Он задержан. По версии следствия, полицейский начал стрелять, когда в ответ на его требование прекратить насилие над женщиной, мужчина только направился в его сторону. Подозреваемый, переоценив исходящую от мужчины опасность, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, применил табельное огнестрельное оружие, сообщило на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Дагестану. Не остался в стороне о дискуссии юзер Азиз Назаров. Я, конечно, на месте происшествия не был, но прослушав аудиозаписи звонков на WhatsApp, которые посылала эта девушка хозяйке салона, нет сомнений, что она была неадекватна. Что ее так перевозбудило, сказать не могу. То ли алкоголь, то ли причиной стали какие-то другие личные обстоятельства. Но по сути того, что она говорила по телефону, можно сказать, что она очень плохо воспитана и при этом очень неиздержанная. Поэтому ей и указали на то, чтобы она в салон к ним больше не приходила. Ведь по сути от ее действий пострадали все, и убитый отец пятерых детей, и его вдова, оставшаяся без кормильца, и дети. И прикомандированный полицейский, который стрелял, не разобравшись, что к чему. Но виновата прежде всего эта саля, и ее несдержанность, и хамство. Одной из самых печальных историй, которые регулярно обсуждается на просторах социальных сетей, это, пожалуй, автомобильные аварии. И чаще всего главной причиной к этому является невнимательность и легкомыслие водителей. Не исключением стали и нынешние посленовогодние дни. Внимание на экран. Райганат Самедова по этому поводу написала следующее. 3 января 2021 года в 16.00 на 8-м километре автодороги Урма-Леваши в Караудахкинском районе 28-летний житель Левашинского района, управляя автомобилем ВАЗ-217030, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 25-летнего жителя Караудахкинского района. В результате автоаварии водители обеих автомашин, а также два пассажира, находившихся в транспортных средствах, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, выясняет все обстоятельства произошедшего. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Ей отвечает завсегдатая виртуальных дебр и Тимур Малаев. Эти погибшие люди тоже, наверное, читали когда-то новости о таких же авариях, однако это их не побудило к осторожности и к соблюдению правил дорожного движения. Давайте мы не будем наступать на те же грабли. Давайте рассказывать своим молодым, что ни при каких обстоятельствах не нужно давить на тапочку и забывать про сабур. Не остался в стороне от дискуссий Мурат Абдулаев, соболезную их родителям и близким. Каждый день в Дагестане по несколько аварий, одна страшнее другой. На этой трассе регулярно случаются аварии и все об этом знают. Все в курсе, что там крутой обрыв. Эти молодые люди наверняка ходили на подобные соболезнования и тоже наверняка знали о последствиях их действий. Но их убежденность, что законы гравитации на них не подействуют, сыграла с ними злую шутку. Еще раз соболезную их родным и близким. Это повествование продолжил Нурва Курбанов. Когда уже наконец у наших водителей появятся мозги и чувство ответственности. Молодые пацаны, которым жить и жить, погибают, потому что думают, что летать по дорогам, не думая ни о чем, это великий героизм. Именно в Дагестане за превышение скорости надо лишать прав без предупреждения. Соболезную родным, терпение их родителям. Продолжение этой истории в комментарии Яхия Ахмедова. Очень коварный участок дороги. Обгон запрещен на протяжении 3-4 километров. Люди всегда нарушают там и гоняют, хотя есть там пару лежачих полицейских. Соблюдайте правила дорожного движения, уважайте себя и других участников дорожного движения. А то у нас почти как на войне. Каждый день жертвы допростить нас всех Всевышний. Что должно случиться, чтобы люди поняли, что навстречу выезжать нельзя? Нельзя, это смерть. Продолжение этой истории у Марьям Гасановой. Как жалко родителей, сестер. У матери никогда до конца жизни не высохнут слезы на щеках. Жалко сестер, которые будут смотреть на других и думать, вот мой брат таким был бы. Жалко молодых жизни. У них все впереди было. Я не знаю, выезжая на трассу, почему мы теряем голову и давим на тапку. Терпение родителям. У Ахмед Наби Магомедова тоже свое видение ситуации. Когда же вы перестанете ездить по встречной полосе? Опомнитесь, вы убиваете не только себя, из-за вас погибают невинные посторонние люди. Вот такие нелюди в последние годы унесли жизни троих моих односельчан. Едешь по трассе и видишь, каждый второй едет, уткнувшись в экран телефона. И во вчерашнем ДТП не исключаю этого. Руслан Рамазанов написал следующее. Необучаемая и невоспитуемая масса. По данным официальной статистики, в последние 30 лет ежегодно в Дагестане в ДТП погибали 520 человек. То есть всего погибло 15600 человек. Что точно совпоставимо с потерями СССР в Афганистане за 15 лет войны. А искалечено гораздо больше. Потому о дагестанцах говорят. Необучаемая и невоспитуемая масса. Ведь правду говорят. Максут Амиров подвел итоги этого обсуждения. Это не первая авария в нашей республике уносящая жизни. Я убежден в том, что крайне необходимы какие-то неординарные меры по борьбе с такого рода преступлениями. К примеру, я бы настаивал на том, чтобы молодые люди при получении водительских прав отсматривали видео с места аварий и последствия этих аварий. И делать это принудительно. А потом, чтобы проходили тестирование на восприимчивость материала. Иначе мы смертность на дороге не победим. В нашей республике случилось третье землетрясение за последнее время. И хоть это событие не повлекло за собой смертей или разрушений, напоминание о том, что мы живем в сейсмичной зоне, было не лишним. Во всяком случае, пользователи социальных сетей на эту тему молчать не стали. Тему эту раскрыл обитатель социальных сетей Али Рашидов. Пресс-служба МЧС Дагестана сообщает, что в республике 3 января в 0.07 произошло очередное землетрясение магнитудой 4,2. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Отметим, что землетрясение произошло в акватории Каспийского моря в 10 километрах от побережья Дербенского района, около селения Белиджи. Произошло сейсмособытие магнитудой 4,2 балла, класс 11,6, глубина 30 километров, передает источник. Эту тему продолжает Юлдуз Умарова. Да, землетрясение это плохо, но каждый маленький толчок снимает напряжение между пластами плит. Так что, ребята, надо радоваться мелким толчкам. Это несравнимо лучше, чем если вдруг накопится энергия и начнет трясти по-серьезному, а в Махачкале с ее качеством застройки последних лет просто нет возможности пройти через землетрясение без больших жертв. В диалог вступил юзер Джабраил Казиев. Стихийные явления всегда представляли собой угрозу человечеству. В диалог вступил юзер Джабраил Казиев. Стихийные явления всегда представляли угрозу человечеству. Их боятся в любой части мира. Перед ними не могут устоять самые богатые или смелые люди. Землетрясение в Дагестане – частое явление. Последние годы подземные толчки улавливают только датчики. Люди практически их не ощущают, потому что они имеют очень маленькую силу и оцениваются в 1-2 балла. Можно ли людям успокоиться и жить дальше? Или это признак того, что скоро будет мощное проявление страшной силы? Своим мнением поделилась пользовательница Майсара Далеева. Сейсмологи утверждают, что такое бедствие имеет свойство повторяться через определенное количество времени. В среднем это 40 лет. В 2016 году были зарегистрированы очередные колебания. Это произошло 16 июня. Эпицентр в этот раз находился в Каспийском море. Толчки были оценены на 4 балла. В этот раз стихийное бедствие не принесло серьезных последствий. Люди только ощутили небольшие колебания. Здания не были разрушены. В результате власти дали указание обследовать на предмет трещин старые постройки. Теперь сейсмологи решают. Это было закономерное повторение событий 70-го года или только подготовка к более мощному землетрясению. Расул Сиражуддинов по этому поводу написал следующее. Наш регион относится к сейсмоопасным. Жители постоянно находятся в ожидании очередного бедствия. На приборах регистрируется нарастание внутренней энергии и ее углублений. Это еще один факт, который указывает на то, что землетрясения в Дагестане будут повторяться снова. Сейсмологи настаивают, что мощное повторение подземных толчков повторится в ближайшее время. Только в этот раз последствия могут быть намного серьезнее, ведь Махачкала с момента последних сильных колебаний превратилась в мегаполис. Юзер Али Кабасов по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию. В Махачкале были построены многочисленные высотные дома, которые подходят друг к другу слишком близко. Возле них находится много АЗС. В случае бедствия людям негде будет спрятаться, и они попадут под прямой удар разрушающихся зданий. Эвакуация может быть затруднена огромными автомобильными пробками. Никто не может утверждать наверняка, что при строительстве новых зданий были соблюдены все технические условия архитекторов. Пользователь Султан Ахмедов также поделился своим мнением. В случае первых толчков людям нужно в течение 20 секунд покидать помещение и пешком идти на открытую местность с минимумом построек. В это время нельзя пользоваться лифтом и транспортом. Если человек не смог выбраться из здания, то самым безопасным местом в нем будет угол возле несущей стены. Нельзя находиться возле окон и мебели. И самое главное правило – не паниковать. Таким образом можно сохранить жизнь себе и окружающим. И все же самым интересным было мнение пользователя Запира Ильясова. Землетрясение в Дагестане, к сожалению, нельзя назвать редким явлением. Республика Дагестан расположена в самом центре Северо-Кавказской сейсмоактивной зоны. В последнее время землетрясения в Дагестане не приносили разрушений и человеческих жертв. Многие подземные толчки зафиксированы только благодаря специальному оборудованию. И человеком они не ощущались. Поэтому давайте не будем паниковать. От этого только хуже. Новый год начался, но проблемы старого года нас, кажется, не отпускают. Очередной рекорд по ковид-заболевшим побили в нашей республике. И, конечно же, заседаты в виртуальных дебрей это не заметить не могли. Пользователь Джамал Османов по этому поводу рассказал следующее. По данным, за первые два дня 2021 года в Дагестане зарегистрировано 320 новых случаев заражения COVID-19. 1 января прибыл 161 человек. 2 января 159 человек соответственно. Это рекордный показатель для республики, начиная с 27 мая минувшего года, когда суточный прирост также составил 161 человек. В целом, с начала пандемии в Дагестане инфицировано было 23 781 человек. Умерли от опасного недуга 1129 человек. В республике с 29 ноября 849 человек. А также продолжается стабильный рост активных больных. 2203 человека на 2 января. А этот показатель вырос практически в три раза за последнее время. Продолжая тему, пользователь социальных сетей Низамудин Саидов. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в республике достаточно нестабильная. В последнее время отмечается рост поступления пациентов с COVID-19, в том числе с тяжелыми формами болезни, когда в зону поражения за считанные дни вовлекаются до 70-80% легочной ткани. Жители Дагестана крайне безответственно относятся к мерам профилактики коронавируса, считают в Министерстве здравоохранения. Они играют свадьбы на 300-500 человек, посещают многолюдные семейные мероприятия, торжества и соболезнования, не соблюдают социальную дистанцию друг от друга. В общественных местах сложно встретить человека в маске. Продолжил разговор на эту тему Камиль Муташев. В связи с этим, Министерство обратился в адрес муниципалитетов с просьбой ужесточить контроль над соблюдением профилактических мер. Беспечность сегодня может привести к трагическим последствиям завтра, предупреждает пресс-служба ведомства. Из ежедневной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан на 31 декабря обстановка с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается сложной. Написала обитательница виртуальных дебрей Сааду Ювай-Шат. За одни сутки количество вновь поступивших составляет 122 человека. Всего с первого дня объявления пандемии 19 571. Выздоровели 82 пациента. Всего 17 508. Скончались за сутки 9 человек. Всего с летальным исходом 996 случаев. Эти данные предоставил Минздрав Республики Дагестан. Проведено исследование в Республике 897 210. В настоящее время находится на изоляции 3 257 человек. Пишет Расул Алиев. Честно говоря, это состояние дел меня вообще не удивляет. Людей в масках в общественных местах почти нет. Никто не предохраняется, не соблюдает социальную дистанцию. При этом все уверены, что с ними ничего не произойдет. А то, что недавно устроило киргу, это вообще запредельно. Поэтому вспышка заболеваемости после Нового года была вполне ожидаемой. Скорее всего, они заболели еще до Нового года, но симптомы пошли только после праздников или дотерпели. По мнению Арслана Бекмурзаева, у нас люди, конечно же, любят валить свою вину на других или на какую-нибудь случайность. Но в данном случае, кроме них, никто не виноват. Все знают, как распространяется коронавирус. И каждый в курсе, что нужно сделать, чтобы избежать заболевания. Но все как-то расслабились. И вот такой всплеск заболеваемости. Последний рекорд такого числа был еще в мае. Это обсуждение дополняет юзер Саима Насрулаева. У нас же принято лично приносить соболезнования родственникам покойного. На похороны приезжают из соседних сел, городов. Собирается огромное число людей. Утром все мужчины идут на кладбище. Родным покойного нужно обязательно пожать руку. Это жесть соболезнования. Выстраиваются длинные очереди. Потом мужчины еще в течение нескольких дней ходят на кладбище в 6 утра и в 3 дня. Женщины идут домой к родственникам умершего, оплакивают его. Если полгода назад люди еще береглись, то сейчас уже никто не соблюдает даже элементарные правила. Вот и последствия. Пишет пользователь Мустафа Рагимов. Во многом именно беспечность и скепсис самих жителей региона способствовали распространению инфекции. Первые две недели привозили по одному-два пациента в день. Но все были очень тяжелыми. Люди лечились до дома последнего морсами и жаропонижающими. Только когда начинали задыхаться, вызывали скорую. Тяжелейшую пневмонию было видно даже на рентгенограмме. Спрашиваешь, почему не вызывали врачей? Там и думали, это обычный грипп. Пользователь Ахмед Мусаев написал следующее. Я думаю, что людям нужно объяснить, что ситуация с COVID-19 уже никуда не денется. Нам нужно все время держать дистанцию, стараться не соприкасаться с людьми ладонями. Даже после вакцинирования опасность не исчезает. Вирус мутирует. Вполне могут появиться новые вирусы с еще более опасными последствиями. И сейчас проблема заболевания, в отличие от первой и второй волны, лежит непосредственно на самих людях. Им нужно быть осторожнее. Ну а на этом, пожалуй, все. Это был 18-й выпуск проекта «Глобальная сеть» и вел его я, Тимбагант Магомедов. Спасибо всем, кто смотрел на сфере телеканала РГВК и на нашем YouTube-канале. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова